Реальная Италия на проводе. Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Дорогие друзья, сегодня я вышла к вам в эфир с темой, которую я уже давным-давно хотела оговорить, обговорить и высказать все мои мысли по этой теме. Итак, сегодня речь пойдёт об итальянских блогерах и также о блогерах, которых я смотрю. Или о которых я уже не смотрю. Вы знаете, что я поговорю на все темы, сделаю маленькое такое объявление. Может быть, даже я всё-таки его должна сейчас сказать. Дорогие друзья, у меня есть новость. Я лечу на родину, на родину лечу буквально на этой неделе. Я лечу домой в Беларусь. Беларусь, чо-чо. Вы знаете, что меня прёт это просто. Это ж такое событие, вы знаете, что... Я хотела в конце сказать, но я хочу. Но теперь получилось в начале. Итак, дорогие друзья, итальянские блогеры, передаю вам всем приветы, дорогие коллеги итальянские. Именно блогеры, которые вещают из Италии, рассказывают реальную ситуацию. Они просто пчёлки, работают день и ночь для того, чтобы вас проинформировать о какой-то нужной информации вообще. Поэтому, дорогие коллеги, я вам шлю всем приветы. Но мне хочется поговорить всё-таки, кого же я смотрю. И, наверное, моим каким-то зрителям, подписчикам интересно, так кого же смотрит блогер-то вообще, который вещает из Италии. Дорогие друзья, вот сейчас вы узнаете всё-таки, кого же я смотрю. Итак, значит, ну, я уже когда-то затрагивала тему, но я знаю, что новые зрители не любят копаться в прошлом. Поэтому с чего начался мой канал? Начался очень просто этот канал. Я нечаянно попала на YouTube. Я была уже где-то на нём зарегистрирована в 2014 году, что ли. Вы понимаете, что... Но я никогда его не открывала, не пользовалась, может, там что-то и видела иногда, и не больше. И тут я, в общем, каким-то образом вышла на украинского видеоблогера, значит, известного оперного певца Самвелла. Самвелла Адамяна. Значит, вот именно с Самвелла Адамяна началась вся история. Я посмотрела, если честно, выпала в осадок. Он меня шокировал. Я подписалась была. Значит, смотрела его очень долго, год. Потом отписалась. Потом опять подписалась. Знаете что? Потому что он меня вызывал постоянно какие-то такие вот моменты непонятные. То я его любила, то я его не любила. В общем, сейчас я устала, подустала от моего любимого блогера. Потому что я вам сказала, что я вам расскажу, кого смотрю и кого не смотрю. Так вот сейчас я подустала от блогера, по мотиву которого я все-таки открыла и свой канал. И, к сожалению, смотрю очень-очень редко, но просто реже не придумаешь. Не пишу больше комментариев, потому что я разобиделась, что мне никогда никто не ответил. Поэтому я оставила этого блогера. Дальше, дорогие друзья. И именно, значит, по Венесам Вэлла я нашла второго блогера, Марину. Марину. Она вещает из Италии. Солнечная Италия на проводе. Конечно же, это Марина со своей оперой мыльной. Труженица, которая несет, ведет, несет вперед свою семью, которая открыла дверь в свою семью. Вы понимаете, что я смотрю Марину, смотрю, подобиделась на нее тоже, что она мне не отвечала в комментариях. Но вы понимаете, как звезды Кремля, они на маленьких блогеров особо-таки внимания не обращают. То есть у них есть уже миллионы подписчиков, они звезды Кремля и маленькие до тени ультрафиолетово. Поэтому Марину я смотрю. Я переживала вместе с ней, потом я была... Буря эмоций у меня вызвала то, что она вот, вы понимаете, что как-то неправильно себя повела там в ситуации. Ну, то есть ситуации такие вот жизненные, нужно было бы как-то, она же взрослый человек. Но я никого не собираюсь оговаривать, никого. Она просто женщина молодая, которая открыла всему миру двери своей квартиры. И я думаю, что за это уже ей нужно поставить плюс, что она вот так вот вывернула всю свою жизнь наизнанку, показывать все реальности своей жизни. Поэтому оговаривать, какая она, никакая, я никого не собираюсь. Вы понимаете, что человек ведет свой канал, за это ей огромное спасибо, молодец. Пускай зарабатывает, у нее трое детей. И я думаю, что так и должно быть. Дальше, дорогие друзья, ну, конечно же, конечно же, я посматривала, не скажу, да, в числе из первых была еще одна блогер, очень интересная девушка, молодая женщина. Это Светлана, может быть, ошибаюсь, Лунева или Лунева, что-то в этом роде. Прекрасный блогер, вот именно в самые первые моменты, когда я попала на YouTube, я смотрела вот именно вот этих блогеров. Светлана, вот это было в первых блогерах, которые я для себя как бы открывала, потому что YouTube я вообще абсолютно даже не знала. Понимаете, что прекрасная очень молодая женщина, которая вещает сейчас из Тосканы, она рассказывает много. Много разных интересных моментов в итальянской жизни. Очень потрясающая, очень милая, симпатичная такая прямо, ну, просто блогера от души. Вот мне нравятся такие люди, вы знаете, что такая утонченная натура. Просто потрясающая. Дальше, дорогие друзья, кого же вам еще вы, значит, вынести в этот список итальянских блогеров, кого я смотрю. Итак, ну, я не скажу, что я смотрю эту девушку, но какие-то фильмы я смотрела, потому что эта тема меня особо не волнует, это блогерство. Я шопоголик, мне нравится, конечно, покупать красивые вещи тоже, но эта тема, ну как, меня особо не интересует, поэтому я изредка, скажем так, смотрю для блогера. Это Стелла Стеллина, очень приятная красавица с таким вот просто таким красивым лицом, бьюти-блогер итальянский, да. Она очень быстро развила свой канал именно в этом направлении. Значит, ну, если мне эта тема, например, не интересна, я не трогаю эту тему, понимаете, как молодец. Она очень молодец, приятная, очень красавица просто. Ей подходит эта роль, и успехов бьюти-блогеру из Италии Стелли. Дальше, дорогие друзья, девочка, не знаю, девочка, молодая девушка, студентка, Юля из Милана. Я ее тоже посматривала, но прекратила, к сожалению, не могу уделять всем внимания, поэтому думаю, что я вернусь вообще к Юле. Она очень грамотная, она учится где-то там в медицинский университет, что ли, что-то такое, она на доктора учится. Очень грамотная такая вот, реально, практично так ставит все вопросы, подходит к ним. Вот такие мне люди тоже нравятся, реально такой человек, молодая, молодая девушка. Так, дальше. Кого еще, смотрю, дорогие друзья? Так, моя землячка, землячка, конечно же, я тебя смотрю. Смотрю Инна из Сицилии, которая порвала весь интернет. Вы знаете, что? Ну, она меня тоже посматривает. Инна, я знаю, что ты меня посматриваешь. Как ты там говоришь, что ты видишь, какие блогеры тебя копируют, я тебя не копирую, но я тебя посматриваю, и ты меня тоже, потому что я тебя тоже подловила на своих же фразах. Поэтому, например, о родине, о родине, саду смородины, ты себя выдала. Ну, это потрясающе. Землячка, которая вообще, значит, выбрала направление, очень потрясающее направление. Я не буду никого осуждать здесь, в этом видео. Но землячка Инна, которая вещает из Сицилии, очень ведет свой канал в таком вселянском стиле, как она называет себя, вселянкой. Мне все нравится, но только я не воспринимаю вот эти вот маты. Ну, человек выбрал эту дорогу, понимаете, как. Я знаю, за всеми, за нами есть грешки, это однозначно, но я, например, не смогла бы, даже если бы мне там, наверное, ну, если бы миллион только долларов дали, может быть, и я бы так повела такую историю. Вы знаете, что я все-таки за корректность, и никого не осуждаю, это ее направление. Направление, значит, но я, наверное, все-таки на кухне могла бы что-то в какой-то компании, что-то русской фразы где-то резануть. Но, видите, у меня тонкая кишка, дорогие друзья, я так не могу. Поэтому я комплименты делаю. Ну, что тут сделать? Человек развил свой канал. Конечно, видела, как скаканул ее канал очень быстро именно, когда все-таки молодого блогера рекламируют уже старый такой блогер, такой вот уже звездный блогер. Это другая история. Знаете, что, Иночка, тебе подвезло в этой жизни? Ну, я тебе желаю процветания, конечно же. Поэтому, дорогие друзья, может быть, мы когда-нибудь и встретимся. Кто знает, дорогие друзья, мы все в Италии. Землячка, потому что Иночка из Беларуси. Поэтому, видите, я знаю уже двоих человек, которые вещают из Беларуси. Из территории Италии белорусочки такие вот, да. Дальше, дорогие друзья, для себя открыла еще одну девочку, которая, кстати, живет в моей зоне где-то рядом, Эмилия Румания. Это Тина, очень перспективная просто девушка, перспективная. Во-первых, она очень бойко все так это красиво рассказывает, очень красиво у нее все получается в видео, подходит очень к построению своего видео, очень далеко пойдет блогер, который пойдет далеко. Да, пардон, дорогие друзья, есть еще одна землячка. Одна землячка, которая, кстати, на первых порах, она же мне помогала, когда я вышла к ней вообще, пардон, на связь. Ее зовут Олеся, она живет в баре, она из Гомеля, просто моя землячка, вы понимаете как? Она, помню, вышла я к ней на связь, я вообще не понимала, что, как этот Ютуб. Пару вопросов я ей задавала, она мне подсказала, что камеру нужно держать горизонтально, потом кое-что еще что-то подсказала, помню, и я ей тоже благодарна. Но вот какие-то у меня обиды были, и я думала, я была подписана, честно скажу, но потом я разобиделась на Олеську, что она на меня не подписалась. Я подумала, что, наверное, звездная королева, ну как вот, как вот, я тоже из Беларуси, ты на меня не подписалась. Ну почему? Я же такая хорошая, прекрасная. Мы же все коллеги, мы должны дружить. Вы знаете, что, не подписана. Наверное, я все-таки подпишусь на Светлану, на Олесю. Да, наверное, на всех подпишусь, вы знаете, что. После этого фильма точно на всех подпишусь. Вы знаете, что, дорогие друзья, все-таки нас здесь мало, мы блогеры, Ютуб большой, места хватает всем, ведите все свои каналы, начинайте, развивайте. Я, например, никакой зависти у меня нету, у меня чисто все такое подружески идет. Я вам всем желаю только добра, вы понимаете как? Поэтому, кстати, уважаемые блогеры, мы здесь живем все вместе, итальянские блогеры, давайте, может, как-нибудь организуем какую-то встречу. Это же так интересно, встретиться, показать людям эти итальянские блогеры, как они вместе встречаются. Это очень идея. Поэтому подумайте и напишите, если кто-то зашел на канал, нечаянно меня убачил, увидел. Поэтому давайте встретимся, покажем людям, как мы умеем вообще дружить. И что мы не должны против друга идти в этой жизни. Жизнь одна. Мы должны правильную позицию заниматься. Жить прекрасно, помогать друг другу. Знаете что? Вот этих блогеров, дорогие друзья, я смотрю, это итальянские блогеры, пардон, просто прошу прощения, если я никого-то не... Это вот блогеры, которых я по-настоящему знаю. Остальных блогеров я просто не знаю. Где-то они мне не попались вообще на пути, YouTube меня не привел к ним, поэтому пардон, прошу прощения у остальных итальянских блогеров. Я уверена, что есть, конечно же, и другие итальянские блогеры. Поэтому пишите, будем дружить, знакомиться. Значит, вот такая вот история. Дальше, дорогие друзья, каких же блогеров я еще смотрю? Я смотрю потрясающего блогера из Москвы. Его зовут Максим. Значит, Максим... Ой, боже, как же его канал называется? Как же его канал называется? Дорогие друзья, у меня вылетел из головы. У него какой-то такой вот... Пардон, Максим, если вдруг ты меня смотрю... Макс. Боже, никакой не Максим. Макс. Имя Макса. Это, наверное, Максим? Да, это Максим. По всей видимости. Макс. А, Крызи Макс. Крызи Макс. Точно, дорогие друзья. Потрясающий канал. Просто потрясающий. Этот молодой человек такой вот, ну, в районе 40-ка молодой человек. Ну, просто изюм. Ведет свой влог, блог. Просто потрясающе. Привет, ты, Макс, если ты меня смотришь. А ты Рида из Италии, а ты Ривидари. Так, ну, ведет канал, ну, настолько просто. Человек, который вот занимает какую-то позицию в обществе. Немаленькую, я так вижу по его фильмам. Но он настолько вот просто. Все это преподносит. Он не пыжится. Он ни пальцы веером не ставит. Вы понимаете, как потрясающе. Вот его смотрю, просто очаровал меня. Просто очаровал. Я все время его признаюсь в любви в открытом эфире. Вы понимаете, как единственный блогер-мужчина, которого я смотрю просто конкретно и признаюсь ему все время в открытом. Потому что, ну, в него влюбиться, это не влюбиться, это вообще, ну, это товарищи, друзья. Просто потрясающий молодой человек. Дальше. Из моих взаимных подписчиков приношу всем просто такое вот... Ну, дорогие друзья, ну, извините меня, пожалуйста. Я многих забросила. Я подписана, не отписывалась. Ну, у меня просто нет времени всех смотреть. Все время как-то и больше смотришь по интересам. Ну, я вот собираюсь летом на всех вернуться и всех пересматривать. Вы понимаете, как? Ну, нет времени абсолютно. У меня был огород. У меня был огород, я сидела в огороде. Потом я себя под черешней сторожила черешня. Ну, я шучу, дорогие друзья. Конечно же, я шучу. Так, кого я смотрю? Прекрасная женщина молодая. Светлана Светлая канал. У нее канал раньше назывался «Простая жизнь». Жизнь простой россиянки. Потом она его поменяла. Ну, и мы с ней, со Светланой мы подружились. Прекрасная такая, симпатичная-пресимпатичная. Как она мило ведет свой канал. Ну, такая вот кокетка просто. Просто кокетка Светлана Светлая. Просто приятно посмотреть. Она поднимает вот свой... Она поднимает настроение, любому поднимет. Вы понимаете, что... И особенно вот этот ее воздушный такой поцелонок. Она так ее посылает всем. Знаете, что просто человек заряжает энергией. Мариночка Гусакова из Волгограда. Кстати, Светлана тоже из Волгограда. Знаете, потрясающая. Потрясающая такая работница, красавица. Показывает все о своем огороде. У нее там целый ботанический сад, в который я влюблена. И советы вот именно Марины я собираюсь внедрять в реальную практику. Марина, шлю тебе огромные приветы. Ты просто звезда. Я тебя еще прорекламирую. Всех российских блогеров, которые вот ко мне писались взаимно. Я шлю вам российские, украинские, молдавские. Не знаю, большая часть каких-то все-таки вроде... Нет, наверное, все-таки украинские тоже. Да-да-да. Потому что по взаимке очень много подписано. Дальше. Катя из Норвегии. Она вещает... Правда о Норвегии. Очень удивительная девушка. Она рубит матку в глаза. Вот так вот. То, что думает, то и говорит. Вы понимаете, как... Вот это я в ней ценю. То есть она там не пыжится, как еще раз повторяю. Она то, что думает... Вот она так думает, просто вот так вот. Вот просто-просто. Вот так она и говорит. Вы понимаете, что... Может быть, где-то что-то неинтересно кому-то. Где-то что-то не связывается. Как-то думают, ну, какая-то странная гражданка. Ну, а Катька из Норвегии. Она все-таки свои какие-то мысли высказывает. Вы знаете, что, дорогие друзья. Вот таких блогеров я смотрю. Вы знаете, что невозможно уделять всем внимание. Я вам всем, дорогие друзья, желаю найти своего блогера, найти своих блогеров, потому что их может быть большое количество, если у кого-то есть время пересматривать, следить. Но я не собираюсь никому никогда критиковать. Я вижу, может, какие-то недочеты, там, снимают на камеру обычную, вообще никакого роста нет. Все нормально, дорогие друзья. Человек работает. Он несет эту информацию, он составляет свой фильм, он теряет какое-то время. Я вам всем блогерам, итальянским, русским, украинским, молдаванским, блогерам со всего мира, желаю только творческого полета и роста, чтобы у вас эти темы... Кстати, дорогие друзья, я не сказала, что большое, огромное человеческое спасибо, я говорю, блогеру, который просто наставник, маэстро, это Стас Быков. Это просто потрясающий парень. Вы понимаете, как многие на его фильмах именно построили свои каналы и идут вперед. Ну просто, как же его забыло, да. Может быть, естественно, я кого-то и забыла. Дорогие друзья, ну невозможно. Видите, 20 минут. Я вам всем выражаю просто человеческое спасибо. Вперед, дорогие друзья. Поддерживайте друг друга. Не жадничайте. Это же просто YouTube какой-то, вы знаете. Где-то кому-то помочь, какую-то рекламу сделать. Но не все же завязано на этих деньгах, вы понимаете? На этих деньгах. Не все в этой жизни не завязано и связано. Есть еще какие-то человеческие ценности. Так всех, дорогие друзья, люблю, целую, обнимаю. На проводе было, как всегда. В реальной Италии. С блогерами, которых она смотрит. Всем привет. Пока-пока, дорогие друзья. Пока-пока, дорогие друзья.